Продолжается борьба с незаконными постройками. С начала года в столице снесли больше ста киосков. Сегодня на Рыжкановке и Ботанике убрали по меньшей мере еще три ларька, владельцы которых не предъявили разрешительные документы. Решение о вывозе выдали судебные инстанции. Напротив рынка на улице Зелинского выстроились внестроенный ряд больше десяти киосков. Торгуют всем от продуктов питания и бытовой химии до кофе. Эвакуировали рыбные. Не то что документов на него. Даже владельца найти не удалось. До конца года та же судьба ожидает и остальные киоски на этой улице. На их месте будет обустроена пешеходная зона. Всего в районе под критерии сноса попали около трех десятков ларьков. Сейчас на Ботанике находятся по меньшей мере 400 киосков. А год назад их было больше 600. Жители говорят, что перемены заметны. Когда они красивые, то хорошо. Но для того, чтобы было красиво в городе, надо все одновременно делать. Хоть немножко будет порядок. А то такой бардак везде, что кошмар один. На кругу Кали Орхейлу сегодня началась работа по сносу остановки, совмещенной с круглосуточным магазином. Жители столицы давно жаловались на это место. Тут любили собираться шумные компании любителей алкоголя, а после посиделок оставался мусор. Всего на Рыжкановке около 400 киосков. Срок авторизации сотни из них заканчивается 30 июня. После чего решением мэрии города они будут эвакуированы. До этого момента должны убрать еще 100 ларьков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова